Ну это, собственно говоря, основные принципы, которые требуют назначения лучевой терапии при проведении органозохраняющего лечения, они были сформулированы еще много лет назад, и ничего тут особенного не произошло. Ну вот вы видите, например, вот эти работы, которые были выполнены в 90-е годы, и вот правый столбик, который от вас, это тогда, когда операция сочеталась с облучением. Вы видите, левый столбик тогда, когда была сделана только операция. Ну вы видите, что количество рецидивов и псилатеральных практически не отличается, различается в несколько раз. Ну вот частота рецидивов и псилатеральной молочной железы в зависимости от кольев резекции. Вы видите, как она тоже резко отличается. Вот самый правый столбик от вас, это вот зелененькие цифры. Вы видите, слева от вас столб позитивные цифры. Ну вы видите, они отличаются в 2-3 раза, так же, как и на предыдущем слайде. Ну и посерединочке где-то закрытые края. Надо еще учесть, что очень важное значение для эффективности лучевой терапии имеет вопрос о том, поражены края резекции, не поражены, и как это все сочетается с так называемым спорционным внутрепортоковым компонентом. Ну вот вы видите, что если лимфоузлы, если края резекции не поражены, то частота рецидивов ничтожна. А вот если они поражены, то, конечно, количество рецидивов резко возрастает с 1 до 11. Если же имеется внутрепортоковый компонент, здесь дело вообще аховое. Даже при том, что не поражены края резекции, то есть они чистые, извините, что не поражены края резекции, они чистые, количество рецидивов остается очень большим. Ну, после вот всех этих единичных, так сказать, исследований одноцентровых, все стали, понятно, делать многоцентровые исследования. Вот это исследование ERTC, которое сделано было в 2002 году. И вот вы видите, что на всю молочную железу они давали 50 грей при негативных операционных краях у всех пациенток. И части больных подводили 16 грей на ложе опухоли, части не подводили. И у них получилось, что 5-летняя частота рецидивов в группе, где ложе опухоли дополнялась дополнительно, было 4,3% рецидивов, если не было так называемого буста. Если же буста не было, то частота рецидивов становилась значительно больше. Но поскольку это было относительно небольшое исследование, то дальше были проведены уже значительно большие исследования, в которые вошло несколько тысяч женщин. Вот это исследование 2011 года, которое наименее всего критикуется. Вот вы видите, что 10-летний риск рецидивов падает приблизительно на 10%, и 15-летний риск смертности от рака молочной железы примерно на 10%, если у женщин положены лимфоузлы и проводится радиотерапия. Таким образом, каждые 4 рецидива, которые не удалось предотвратить при сроке последживания 10 раз, позволяют избежать одной смерти от рака молочной железы при сроке последживания 5 лет. Теперь вот вопрос, на который я специально хотел бы обратить ваше внимание. Обычно радиотерапевтам говорят, ну что, вот мы прооперировали, и, пожалуйста, стандартные, влучшите стандартные зоны. Значит, прежде всего, вот обратите внимание на эти слайды, наши собственные данные, полученные на большом количестве больных. Вот смотрите, наружные квадранты. Вот у 25% больных отток шел в акселярные узлы, надключичные и подключичные узлы. У 50% акселярные узлы, у 12% акселярные и парастеринальные лимфоузлы, и, наконец, у 14% этот отток шел в акселярные, субклавикулярные узлы, и, опять-таки, парастеринальные лимфатические узлы. То есть, что я хочу сказать, никакого стандартного оттока для каждой конкретной женщины не существует. И если вы хотите действительно знать, куда происходит отток, ну, то же самое, куда происходит отток, то вам необходимо провести лимфоценциографию. Тогда вы будете знать, куда действительно идёт отток. То же самое внутренние квадранты. Вы видите, у 14% отток идёт в акселярные узлы, над и подключичные, и парастеринальные узлы. У 27% он идёт в акселярные лимфоузлы, и у 24% в акселярные, над и подключичные узлы, и у 30% в акселярные, 35% в акселярные лимфоузлы. Теперь вот самый спорный вопрос из всех, которые существуют, несмотря на проведение лимфоценциографии и всего прочего. Вы видите, если вот в 89% случаев ситуация такова, что считается, что правильно делать так, если, извините, считается правильным, если это всё делается с одной стороны, вот как показано наверху. И внизу, если парастеринальные поля черчатся с двух сторон. Ну вот этот вопрос тоже очень спорный, потому что, делая лимфоценциографию, мы убедились, что в топографии парастеринальных полей облучения вот у 31 больного рака молочной железы наблюдался отток парастеринальной лимфоузлы, причём которые были расположены в 4-5 межребели. Никто просто так, конечно, не чертит таких громадных полей облучения. Поэтому, и в общем, если так подвести итог к тому, что я сказал из тех исследований, которые уже были сделаны, то, в общем, увеличивает риск развития локальных рецидивов у женщин, подвергнутых органно-сохраняющему лечению рака молочной железы. Это вот юный возраст, позитивная калиорезекция, наличие интенсивно-энтердруктального компонента, размер первичной опухоли и поражение лимфатических узлов. Ну и уменьшает системная терапия, облучение и негативные лимфатические узлы. Вот Хинди провёл более подробные исследования, чем мы, соединив несколько клиниками, обследовали 3876 пациентов. И вот у них дренаж парастеринальной узлы был выявлен практически у 20% женщин. При биопсии парастеринальных лимфатических узлов, которые они сделали, вот в этой ситуации в 17% она оказалась положительной, то есть узлы оказались поражёнными. Кроме того, они установили, что при позитивных парастеринальных лимфоузлах 40% окухоли были расположены в латеральных квадратах молочной железы. А как раз не внутренне, как мы привыкли считать. Теперь вот у пациентов с позитивными сигналными акселярными лимфоузлами получилось, что парастеринальные узлы при биопсии были позитивными в 41% случаев. То есть, безусловно, сигнальные акселярные узлы, сигнальные узлы, безусловно, надо определять. И если они находятся в акселярной области, то мы должны точно понимать, мы уже твёрдо знаем, что в 41% случаев будут поражены, если исходить из данных лимфоцентрографии, будут поражены парастеринальные лимфоузлы. Но, учитывая всякие трудности биопсии, с которыми столкнулись Хинди и его коллеги, они считают, что реальный риск поражения лимфатических узлов в этом случае больше 50%. Теперь вот следующий вопрос, которые тоже вернулись. Нужно делать буст или не нужно делать буст для пациентов, которым делает органосохранная аберрация? Ну вот, как вы видите на левом от вас слайде, в общем и целом получается, что буст, безусловно, надо делать. Но от этого, к сожалению, длительность жизни не меняется, ни везоэсидивная, ни общая длительность жизни. А вот здесь вы видите, что не всё так просто. Ситуация получается такая, что чем женщины моложе, вот это данные, когда количество рецидивов, если буст был сделан, и количество рецидивов, если буст не был сделан. И вы видите, чем моложе женщины, тем, так сказать, влияние буста, очевидно, оказывает больше положительное влияние. Но и в 60 лет, в общем, это тоже, к сожалению, даёт свой эффект. Теперь следующий вопрос, казалось бы, простой, непростой, когда и как надо выучать окселярные лимфатические узлы. Поэтому, казалось бы, я вам сейчас должен показать результаты исследования, которые касаются не органосберегательных операций, а касаются мастэктомии. Вот посмотрите, если вот это 700 женщин, у которых не были поражены узлы, была сделана мастэктомия, и то, что они не поражены, доказано соответствующей диссекцией. А вот если эти узлы поражены, и имеется один-три поражённых узла, как вы видите, количество рецидивов резко различается. Вот верхняя кривая – это там, где не было сделано лучевой терапии, и нижняя кривая – там, где лучевая терапия проводилась. То же самое, ну, с четырьмя узлами тут и говорить не о чем. И поэтому они пришли к следующему выводу, что при мастэктомии, окселярной диссекции, радиотерапию уменьшает и число рецидивов, и смертность от рака молочной железы у женщин с позитивными окселярными лимфовыми узлами, даже когда пациентки получают так называемую системную лучевую терапию. И, в общем, если раньше говорилось так, что если один или два, даже три узла имеются, ничего страшного, можно, так сказать, не облучать, ничего страшного не произойдёт, потому что больные будут получать соответствующее, так сказать, лекарственное лечение. Но это, к сожалению, не так. Теперь вот сразу же возник вопрос. Вот как только возникает одна проблема, она тянет за собой другую. Вот выполнять или не выполнять окселярную диссекцию у пациентов с раком молочной железы, если вы нашли микрометастазы в сигнальных лимфатических узлах. Если её не выполнять, то это, понятно, позволяет избежать осложнений, связанных с удалением окселярных лимфоузлов. Но самым важным оказалось следующее, что вот у этих женщин практически результаты не различаются. Это почти результаты, которые были получены на тысячи женщин. Аналогичное, собственно, исследование проведено. И АМАРС, это здесь тоже более тысячи женщин взято. И видно, что свободная, так сказать, выжимаемость тоже не шибко различается, если не проводить облучение окселярных лимфатических узлов. Теперь, когда закончилась вот эта эпопея, какие узлы облучать, не облучать, началась следующая вопроска, вы поскорее закончите течение больного. То есть гипофракционированное облучение. В переводе, скажем так, на нормальный язык, это тогда, когда долют побольше фракций. Но вот это исследование всерьез было сделано в Великобритании на государственном уровне. В 2008 году они его закончили. Вот здесь видите, первая группа, это стандартное облучение, 50 грей за 20 фракций, причем все получили буст. Ну и дальше разные варианты облучения. Разовая чаговая доза 3,2 грея, суммарная доза 41,6. Ну и, наконец, самый такой жесткий вариант, 39 грея за 13 фракций. Однако потом, собственно говоря, каким же результатом пришел и в Хейланд, который делал это исследование от имени РТС. Но окончательным был вот этот результат. Результат этого исследования старт в Великобритании, когда у них было изучено более 10 тысяч женщин. И в результате они, там страховая медицина, они пришли к следующему выводу, что в настоящее время большинство центров в Великобритании при раннем раке молочной железы практически считают и должны считать стандартным вариантом гипофракционирования. Это 40 грей за 15 фракций. Это, конечно, быстрее, чем 25 грей за 15 фракций, да еще плюс буст занимает 5 дней. Это, конечно, значительно короче. Но, скажем, астра в этом отношении более жесткое. Они считают, что доза должна быть 42,5 грей за 16 фракций. Причем, это ни в коем случае не должны быть поражены лимфоузлы, хотя там было показано, что лимфоузлы могут быть поражены. Нельзя использовать буст и только Т1, 2 и, разумеется, Н0. Ну, возраст более 50 лет и очень жесткое требование полностью исключить сердце из зоны облучения, что возможно сделать только на очень современных линейных ускорителях. Ну, вот видите, некоторым сначала хорошо, что делаете за 15 фракций, за 15 дней. Нет, мало. Все-таки давайте попробуем все-таки еще быстрее. Для этого предложили использовать метод брахиотерапии. Ну, вот вы видите, что слева от вас вот введены вот такие вот трубочки в ложе молочной железы. Затем каждая эта трубочка будет соединена с брахиотерапевтическим аппаратом. Вот он здесь вам показан. У него 18 шлангов и каждая трубочка имеет свой номер и шланг, соответственно, тоже имеет свой номер. Вот сам аппарат, он легко очень передвигается, так что здесь никаких нет проблем. И здесь, в принципе, идея пришла к тому, что или сделать это за 3 дня, или сделать это за 5 дней можно. Ну, вот в данном случае это венгерское исследование. У него было включено 258 женщин. Как вы видите, там были и микрометастазы. И они пришли, в общем, к выводу, и они пришли к выводу, что вот такое короткое облучение вполне имеет право на существование, поскольку количество рецидивов не отличается в двух группах. И, наконец, еще более люди такие смелые, они пришли к тому, что длительность облучения вообще может быть всего 5 дней, но надо облучать только каждый грей, каждый день больной, давайте 0,6 грея каждый час. Но для этого нужен специальный аппарат стоимостью примерно 200 тысяч долларов. Тем не менее, здесь было показано, что вот при таком лечении количество рецидивов практически такое же, как при обычном облучении ракомолочной железы. Теперь несколько слов об интероперационной лучевой терапии. Вот это вот исследование сделано в Италии на хорошем линейном ускорителе, который специально в интероперационном линейном ускорителе. Значит, здесь или стандарт 50 грей за 20 фракций плюс буст 10 грей за 5 фракций, или интероперационное облучение на ложе опухоли в дозе 21 грей. Вот в этом исследовании было показано, что независимо от... что, к сожалению, да, количество рецидивов при интероперативном облучении по сравнению со стандартным возрастает, но длительность жизни, в общем, от этого не меняется. Также пошли дальше. Было сделано следующее исследование, чтобы все-таки иметь не одно мнение в Иренезе, а иметь мнение большего количества стран и большего количества центров. 31 центров, 11 стран. И почти 2000 женщин, включенных в исследование. Но я лично очень сомневаюсь в ценности этого исследования, потому что, хотя они якобы получали 21 грей, но фактически на ложе опухоли они получали 5-7 грей. Почему? Потому что они облучались вот на аппарате Интербим. И к этому Интербиму имеется ряд приставок. Он представляет фактически вот маленький линейный ускоритель. И дальше к нему представляется ряд... Вы видите вот эти аппликаторы вставляются там, где имеется в постоперационное поле. И приносит рядом аппликаторов. Ну вот вы их сейчас увидите. И в аппликаторе действительно вы даете на ложе опухоли 21 грей. Но на самом деле вы даете 5-7 грей на глубину 1-1,5 сантиметра. Это, в общем, совершенно недостаточно по сравнению с тем, что имел... что было в Италии. И, тем не менее, здесь они приходят к такому... Ну и что, что больше рецидивов, ничего страшного, потому что, в принципе, на общую длительность жизни это никаким образом не влияет. Таким образом, интероперационное облучение вполне, так сказать, допустимо, и только нужно получше найти к нему группу. И они уверены, что при правильном подборе группы число рецидивов и при стандартном облучении, и при интероперационном будет одинаковым. Ну вот вы видите здесь вот эти результаты. Теперь было сделано следующее исследование тоже у больных раком молочной железы с интероперационной лучевой терапией, где они считают, что вот эта интероперационная радиотерапия может рассматриваться как альтернатива стандартному послеоперационному облучению, но с оговорками, что очень тщательно надо набирать больных. И вот большинству администрации в больнице это, конечно, очень нравится, потому что практически на лучевую терапию тратится всего один день. Большое спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич, за очень интересный доклад. Я позволю себе вот один вопрос. А общая выживаемость, она одинаковая или все-таки в какой-то группе каким-то образом лучше? Они все сходятся на том, что основная идея вот всех этих рандомизированных исследований, почему они пришли с моей точки зрения к выводам, с которыми я лично например не согласен, что поскольку общая длительность жизни не меняется, поскольку эти больные все равно получают соответствующую комплексную терапию, химиотерапию, ну то, о чем уже сегодня много говорилось, то не стоит тратить 50-60 дней на так сказать проведение лучевой терапии и вполне возможно бороться с теми рецидивами, которые возникли с помощью химиотерапии соответствующих так сказать средств и поводить лучевую терапию либо в один день, либо в пять дней, либо как в Англии лишили страховые компании, они так сказать это официальная позиция, либо это проводить за 15 дней, то есть интервалы от 15 дней до 1. до 1.